Ну, привет всем, всем, кто с нами, и все, кто будет смотреть записи. Мы начинаем новую статью. Видите, это звучит так в Афальтикен, в Адамрот Аколе, в Исраиле. Несмотря ни на что, земля Израиля. Это статья Раф-Канан-Парада, которая имеет отношение к недельному разъему в Рат-Леха. Мы не успеваем за тем ритмом чтения Торы, которое принято. Сейчас читают уже Хаэй Сара. Ну, мы продвигаемся своим темпом. Окей, ну, во всяком случае, в той последовательности, в которой принято. Окей? Ну, хорошо, Аня, давай начнем. Да. Окей. Так, значит, несмотря ни на что, земля Израиля. Ты видишь эту стрелку, да? Да я у меня с распечатка там, я сильно поднаписала везде. Ну, хорошо, Александр Дамор, как тебе удобно. Так. Амелим Аришо. Аришанот Шеребон Аланим. Аль Айври Аришон. Макфулат. Я слово что-то я не нашла. Я сейчас Мекоплот. 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 Это типа Пиэля, да, Мекоплот. И что это значит? Ну, он часто это делает. Лекопель – это вообще складывать. Кипули – это складки. Поэтому, ну, внутри себя. Вот так. Я написал «содержит». Это что-то типа, что содержит. Так, значит, первые слова Всевышнего к первому еврею. Значит, содержащиеся внутри первого требования, получается, просты. Да, или проста. Да, первое требование к первому еврею. Первое требование, она проста. Кшута. Это, видимо, Твия-проста кшута. Видимо, это она. Твия-ахат-шута. Одно простое требование. Одно простое требование. Чуть-чуть только исправлю, хорошо? Значит, иди к себе из земли твоей, из дома, и с родины твоей, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Ну, да. Здесь очень странная фраза. И грамматические понятия, но она, как бы, мы все привыкли к этой фразе. Это некоторый лозунг девиз, но, тем не менее, она очень странная. Во-первых, «Лех-Леха» очень странная. Ну, дальше объясняется, откуда. Да, да, вот. Интересно, да. Есть на что, как бы, есть на что обратить внимание, или что-то из того. Всевышний обращается к Аврааму не со словами разъяснения основ веры, и не с уточнением перед Бепарте, это как бы уточнением заповедей. Заповеди. Все это будет дальше, в продолжение. Прежде всего, это подъем, как бы, восхождение в землю Израиля. Ну, да. То есть, он подчеркивает здесь, что вообще, ну, как бы, странно, как бы, если говорить в рамках, ну, такой банальности, когда к человеку приходит, к боссу приходит новый, как бы, тот, кто будет служить, он, по-видимому, говорит, давайте показываем место работы, или вообще объясняет, чем мы тут занимаемся и так дальше. Ну, и как бы, в рамках, как бы, того, чем Авраам будет заниматься, ему правильно было объяснить. Я тот, который создал небо и землю. Я один. Вот такие заповеди. Вот 613 и так дальше. Вместо этого какое-то странное указание. Иди туда, куда я ухожу, оставь все, туда. Как бы, непонятно, почему с этого начинать? Вот это, как бы, вопрос. Да. Так. Бема схутарец. Захта. 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 Бема захтарец. Льет. Некудот. Моце. Леколь. Некудат. Некудат. Слышим. Некудат. Моца. Леколь. Моца, да. Леколь. А вот это вот хавиотен. А ваято. А вая. А вая это... Я точно знаю. Как бы, да. Ну, я так и написала себе, да. В чем же, в чем же, как бы, достоинство или заслуга Земли, чтобы она стала, как бы, отправной точкой, получается, точкой исхода для всего бытия народа? Ну, да, я написал формирование народа. Да. А ваято, да. А вая это переживание, это экспириенс вообще, то, что помню. У нас было же, у нас было в прошлом. Да, было. Смотри, есть хавая и есть авая. Ну, да, а то от слова лихьон, а другое слева лахбот. То и то там, как бы, одна буква меняется. Эй и шет. Они очень близки по смыслу. Ну, в общем, одно, как бы, проживание, а второе переживание, скажем так. Хорошо. Так. Так. Думэ. Думэ. Шет шува алыках. Мелца бемелим. А вот эти вот слова ахотмот. Да. Ахотмот биберкат ашем леавраам. Ну, да. Похоже, что ответ на это, ну, буквально, типа, всунут, воткнут в слова. Да, янцом кроется. Хотя здесь, да, ноутца это воткнута вообще-то. Воткнут, воткнуты в слова. А вот эти вот хатамот, это хатам, как, ну, хатам отпечать. Ну, он сказал, в заключительных, то есть припечатывающих. В заключительных словах, в заключительном благословении Всевышнего Авраама. В неврыху, бх, 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 коль межпохота атома. И благословятся в тебе все племена, ну, народы, племена земли. И это тоже не очень понятно, да, почему? Потому что, как бы, если речь идет про формирование народа, и это начинается с какой-то непонятной вещи, ну, надо идти куда-то, куда вообще непонятное. То есть я даже тебе не говорю, куда, я не говорю тебе геокоординаты. Я тебе говорю, что, прежде всего, надо уйти. А куда это дальше будет видно? Но при этом Ханан Парад дает какой-то странный ответ, да? Говорит о том, что начинает объяснять, что, например, это место, оно будет безопасное, оно будет красивое, оно будет плодородное или что. А он совсем в конец прыгает и говорит, а, ответ в том, что в тебе благословятся все народы земли. Почему тут народы земли? Вот это, как бы, еще ответ, непонятный ответ на то, что, по-видимому, будет дано объяснение дальше. Да, Магомат Алия, Лаэра Цесраэль. Подниму только чуть-чуть, да, сейчас, секундочку. Так, цель Магомат Алия, Лаэра Цесраэль. Цель восхождения в землю Израиля. И, но, в общем, не сводится, короче. Да, правильно, правильно. Он говорит здесь в терминологии, как бы, современной. Саташнахин, то есть, захвачивание территории. Захвата участка, да. Значит, цель восхождения в землю не сводится к захвату территории. Бэ Элон Мурэ. Элон Мурэ, это поселение в Курции. Ну, где Эврам, где там, да, где там Эврам сначала поселился. Да, 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 и сейчас большой. Ну, хорошо. Бэ Лан Мурэ у Бахеврон, или в Хевроне. Да. Элэ, вот эта вот хитрая фраза. Элэ туманот. Элэ туманот, или туманот. Тумэнет, я думаю. Литмон, литмон. Это прячет в себе, то есть, глубоко внутри. Прячет в себе, то есть, глубоко внутри. Прячет в себе, ага. Но, однако, прячет в себе Бехува. Бехува или Ховыхува. Янсор — да. Бесура. Бесура. Да, окей. Бесура. Арахот. Нет, Арукат. 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 Тыва. Тывах или Тыва. Тывах, долгосрочная. Твах, леулам, кулуа. Ого, вот это интересно. Содержит в себе какое-то долгосрочное послание для всего мира. Да, правильно, так я написал. Содержит силы, живет последний мир. Хочу только сказать, то менед, вот от этого слова, например, есть матмон. Матмон – это что-то типа клада. Есть даже, ну, вот я не знаю, по-моему, раньше проходила такая штука, называется масалы матмон или что-то, или емцово матмон, то есть прячут где-то что-то, а потом намеками люди должны дойти до этого. А, это какая-то игра такая, у нас тоже. Да, 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 вот это матмон, это отсюда, только надо запомнить, что это не храма. И одна не зря было, что там бегали люди и какие-то загадки отгадывали. Да, 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 да. Что-то ключ-то мы не искали, что-то не было. И арукаттвах – это тоже вполне такое слово, которое в современном виде это есть, арукаттвах – это долгосрочная перспектива, план, решение и так далее. Ага, хорошо. Так, арат леам кагуф леамишама – земля для народа, как тело для души. Да, это из Равкука. Сейчас будет статус Равкука. Да, хорошо. А вейдайн еш лейтбонен вэлэше аля. Не-не, лешоль, просто лешоль. Самое простое слово. И все еще есть, ну, как бы сказать, вопрос, остается вопрос. Ну да. Остается вопрос. Ну смотри, лейтбонен, лейтбонен вэлэшоль, лейтбонен – это смотреть. Протеть внимание, да, на что обратить внимание. Да, да, и это от слова «бния» на самом деле, и от слова «бина», как вот интеллектуальный разум. Развешиваясь. Да, да, да. Над чем поразмыслить и о чем-то. Да, да, да. Мат, тавкида. Тавкида, да, тавкида – обязанность или роль. Роль, роль, роль. Тавкида, шэляр цесраэль, бэма, маалэх. Мааллах. Мааллах – это тоже. Мааллах, ага-доразы. В чем роль, или в чем роль земли Израиля в процессе, в этом великом… В этом грандиозном процессе, да. И слово «мааллах», мааллах, анатолий в современном убрите, очень-очень-очень, особенно сейчас. Например, «мааллах» «цваи» можешь перевести как угодно. Военные маневры, еще что-то. Мааллах от слова «ла-лех». Правильно? То есть это некоторая перспектива, которая создается в результате чего-то. Это действие, которое создает некоторую перспективу. Поэтому «мааллах», мааллах – это процесс. Ага. Аэм? Аэм. 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 Коль иуда. Иуда. Правда, иуда. Лисапек. Лисапек, получается. Мизгерет территориолит ламы Сраэль. Разве… Ну, как бы, вот эта вот миссия или задача только в том, чтобы предоставить территориальные границы, получается, для народа израилья? Я бы сказал, территориальные платформы. Ну да. То есть, опять, он здесь противопоставляет, что речь не идет об убежищем. Географическом, безопасном, или еще каком-то. Поэтому речь о чем-то другом. Ну да. Разве только в том, чтобы дать, значит, место вывести? Ну да. По-видимому, речь, особенно если мы говорили о том, чтобы благословяться в Тибете, все народы, и это следует сразу же за лех-меха, то, по-видимому, как бы, земля Израиля, можно сказать, лучше, она является платформой для чего-то гораздо больше, чем просто некоторое безопасное место существования для народа, с которым нужно произойти и с Авраамом. Обратите внимание на слово еуда. Иуд, это тоже очень важное слово, это предназначение, от слова, тут тоже очень близко, яд. Яд, ну вот мужик говорит, как таргет, есть мотора, есть яд. Мотора, насколько я понимаю, это более физическое, например, стрелы бросать в это, либо тянуть в мишени. А яд, вот это, слегка, юд, айн, да, это задача, в смысле, концептуальная задача, от производной от этого еще больше, иуд, иуд, это предназначение. А кей на конце это от Эрцисраэль, правильно? Угу, так, Так, кенегет, гиша, зу, йоц, 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 а, Марану, вот это, учитель, значит, напротив, или против этого, против положенности этого, подход нашего учителя. Против такого подхода. Кенегет, гиша, зу. А, против такого подхода наш, учитель наш. Да, он выступал, резко выступал, да, наш учитель, Рая, это мы знаем, да, Раф, Абрам, Ицка, Коэн Кук. Ага, хорошо. Барош, сфаро, урод? Сифро, сифро. Сифро, в начале своей книги урод? Да, не ты книга урод. И вот его слова. Да. Так, так, эрэцисраэль, эйна, давар, хитсуни. Хитсуни, да, хитсуни. Хитсуни, киньян, хитсуни, леума. Так, эрэцисраэль, это не, как это, внешнее. Ну, это не что-то внешнее. Внешнее-то внешнее, как внешнее приобретение для народа, для нации. Да, да, да. Это не недвижимость просто, типа Надлана, да. Вот так вот, хорошо. Рак бетох, эмца и, ле матара шель, итгадут, ле клалит. Да, это тоже важное слово. Ид, а нет, как тут, итагду. Ну, хорошо, итагду, да. Итагду, да. Но, бетор, но, однако, как цель, как... Я написал так, смотрите, раба кукша довольно, это своя, эмца так, земля Израиля не является чем-то внешним наподобие вложения в национальную недвижимость или средственное достижение общей цели. А, вот так, а, вот так, эмцаи. Эмцаи это важно, вот эмцаи, это лично, эмцаи и матара. Вот эмцаи и матара, это видно, что-то гораздо более прикладное. Да, эмцаи это стопроцентно... А общая цель. Это, да, это средство. А вот матара, в отличие от Иуда, Иуд предназначение. А матара, матара, это просто цель. Так, лэ азакат, хазакат, поддержание киума, ахзакат, ахзакат, киума, ахумри, для поддержания материального существования, что-то типа. Афилу, арухани, и даже духовного. Равку говорит, что неправильно рассматривать землю Израиля, что это некоторая платформа, которая является чем-то внешним, в смысле внешним, что она не является сущностями для всего человечества, сейчас мы видим дальше, а что это ограничено некоторыми, ну вот практически национальными задачами создания какой-то платформы, да, вот мисахзакат, киума, хумри, для существования, то есть для того, чтобы народ существовал, у него должна быть он жить на какой-то земле. И даже, он говорит, арухани, например, можно было бы сказать, что для того, чтобы там была духовная жизнь народа, нужно жить в рамках какой-то одной географии. А он как бы берет выше, он говорит, нет, это не ограничивается только этим. А чем? Ага, Эрец Исраэль и Хатива. 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 Это смутит. Это Эрец Исраэль, это как бы, ко мне написано, самостоятельная единица, что-то типа. Ну да, Хатива, Хатива, это, некоторое некоторое деление. Деление чего-то на что-то. Например, школы делятся на Хатива Дейнаем, это как, по-моему, средняя школа. Есть в армии Хатива, это, по-моему, что-то типа дивизии. Это некоторая, ну вот, отдельная часть, да, но не сущностная часть, а часть, такая вот, раздел на чего-то. То есть Хатива, это типа Хелек. Вот есть Хелек часть, а есть Хатива, правильно? Хорошо. Теперь Ац, он пишет Ацмутит, Ацмутит, это от слова, Существует от слова Эцем. Эцем – это объект, да, и поэтому, потому что здесь Ацмутит, слово, которое я не очень, как бы, встречал в современном иврите, но идея такая, что это подникает с собой, я написал уникальную сущность. Ага, хорошо. Кшура, Бекешир Хаим, им, аума. Получается, связь в жизненной, Бекешир Хаим, в жизненной, связанной жизненной силой, да, с народом. Силой с народом. Да. Хавука, безгулот, пнимиют, не цвета. Не цвета, ну да, но это тоже такое некоторое птичное слово. Участие Хавука, Хавука – это как это, охваченное или объявленное? Охваченное, да, ну вот ЛХБ, что такое ЛХБ? Ну, обнимать. Обнимание, да, а что такое хибук? Хибук – это, я не знаю, есть ли по-русски, типа обнималки. Это тоже в современном иврите вполне нормальное слово, например, человек подходит к кому-то, с которым он, ну, не знаю, в дружеских отношениях, но хочет их как-то подчеркнуть, либо приободрить человека. Он ему говорит тенхибук. Тенхибук, давай обнимемся, понимаешь? Ну, по-русски звучит немножко как-то странно, но, наверное, так говорят тенхибук. Тенхибук – это означает, ну вот, давай… Обнимашки, обнимашки. Ну, да, как вот пожар, это более эмоционально. Да. Значит, объятый, ну, тут интересно, Хавука объятый, особенностями, ценностями. Да, правильно. Внутренними, внутренними ценностями. Да. С, сказать, мецююта, с реальностями. Я написал так, плотно переплетенность с ее внутренними ценностями и реальностями. Ну, в общем, более-менее то, про что мы говорили. Окей. Ну, дальше будет более понятно. да. Не очень. Вот это интересно, Хове Амара кто-то. Аву Амара. Ну, Аву Амара – опять это слово ОВе. То есть, давайте скажем, поэтому скажем. А, Это только более высокий стиль, но это, на современном рите бы сказали, бонагид. Бонагид – это давай скажем. Ну, более высокий стиль, конечно. Сейчас никто так в нормальной речи говорить не будет. Аву Амара – это говорит человек, который в более высоком литературном стиле. Так. Акешер Бейн Ам Ваарец, Ино Кешер Маути. Связь между народом и землей – это связь как бы какая-то сущностная. Да, вот Маут – это тоже, это очень важное слово. Это опять же от слова ОВе, но только немножко по-другому. Маут – это действительно сущность. Опять же, есть синонимы, видимо, отличаются как бы по интонации. Например, есть слово Машмаут. Машмаут – это слово Лешмо, правильно? Например, Шма Исраэль, Шмаэль, не только слушай, а в смысле пойми, или там, да, Маут – Маут – это очень-очень распространенное слово, это сущность. Например, когда человек что-то описывает, он хочет тебе рассказать, а в чем по-настоящему делу. Он тебе говорит Маут Айнян, а в чем вообще суть дела? То есть Маут – это суть. Вот то, что по-русски называется суть. Ага, вот так вот. Сурубно. Значит, органи, то есть органи. Органи, органи. Органи, камашаль, арафи игуде олеви, как пример, как приводит в притче игуде, раби игуде олеви. Да. Амедуме. Амедаме. А сравнивает, который сравнивает с Асраэль, лэкэрем, с виноградником. Шиеш, лэшатуло, агидуль, арауило. Который, как бы посажен в среде, бейтагедуль, это среда обитания, которое ему подобает. Да, как бы, я не знаю, виноградник, шлифорник, как это называется. Посаженный где-то, бейтагедуль, это в смысле там, где вырастает, там, где участок, на котором растет, как-то сказать, в одно слово. Виноградник, да. Про тех животных, про тех каких-то живых организмов и про животных говорят. Это вот место обитания каких-то там, допустим, там живых существ. Да. Так, хорошо. Леман из А при келулим, чтобы приносить плоды благодарности или хвалы, что-то. Ну, как бы, да, идея такая, что для того, чтобы сейчас будет, сейчас будет, я не буду забегать, будет объяснено, почему именно виноградник, он говорит. Для того, чтобы виноградник дал свой замечательный вот продукт, плод, он должен быть посажен в соответствующей как бы земле. Ну, как бы, это очевидно, в случае для неземледелия. Окей, а не просто так вот его воткнуть. Ну, понятно. Кукурузу, к сожалению, на крайнем севере, да, ну, к чему? Ну, вот, что-то типа этого, да, сарицеполин. Да, и даже глубже, как бы, чем это. Ну, да. Выражение жизненная, жизненная связь или связь жизни. Румес намекает, шиеш, а ледмут, это кеша. Ледамот, я думаю. Ледамот, хорошо, что есть, как бы, на дамот, когда-то. Можно себе представить. Подобие или представление. Это кешер бейнаам, веарц, и связь между народом и землей. Как связь между, что связь между народом и землей, лакешер шибейн гуф ванешама. Как связь между телом и душой. Ну, да. Гуфоши ляадам и норак бейтки буль хитсуни ланишама. Ну, да. Чело-человека это не просто вместилище, внешнее какое-то вместилище для души. Да. Какой-то кокос шемузагим маем мозгим мозгим маем летоха, как стакан, в который налита вода. Да, кокос, и, обрати внимание, женского рода. Да, летоха, если в нее налит. Ну, да. Есть такие исключения из правил, типа шульхан или вот коз, они женского рода. Почему непонятно. Ну, бог с ним, хорошо. А кэшер бейнагу флэншама у кэшер органи. 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 Связь между телом и душой это связь органическая. Ну, органическая в смысле переплетенная, то есть как бы взаимосвязанная. Более более тесная, да. У бейнеем миткаем вэло а писек пасек вэло и всек. Лео и всек диалог нестар. Правильно. И между ними существует как бы неразрывный внутренний скрытый диалог. Да, беспрерывный. Беспрерывный, непрерывный. По-моему, это овсек, овсек это то, что на иврите называют фьюз. Вот это вот, как это по-русски? Жучки-то называются? Нет? Пробки, пробки. Вот практически пробки на иврите называется овсек. Это прерывание электричества. То, что по-английски фьюз называется? А ну, автомат, который, автомат, который вы сейчас электричество... Ну, послушай, если у тебя электричество дома вылетает, что мы делаем? Выходим, ну, у нас, в коридор и смотрим... Поднимаем автомат, поднимаем этот... Ну, да, ну, видите, тоже овсек говорят вообще фьюз. Кроме того, есть такое сленговое выражение Аллахло фьюз. Аллахло фьюз означает, конечно, поехали. Это очень постоянное выражение. Пробки вылетели, понятно. Пробки вылетели, Хорошо, так. Так. Кшеагуф Сувель Анишама Нивгад. Нивгад, да. Когда тело страдает, то и душа тоже болит. Ну, болит, да, правильно. Болит, болит. Кшеагуф Митронел Анишама Хуша Бека Хаша, да? Хаша Бека. Когда тело радуется, то и душа тоже чувствует то же самое. Ну, да, вот слово Митронен от слова Литронен в смысле Рина. Ну, Ликовано. Рина и женское имя Рина тоже отсюда. Это одно из выражений радоваться ликовать. Это больше, чем радоваться. Потому что радоваться по костому это ли смог. А Литронен это ну, что-то типа близкое к ликованию. Ну, хорошо. В Леомат Зот Так, Леомат Зот и напротив Кшенишама Ацува Гуф Бухэ Когда тебе душа горюет, то и тело тоже плачет. да. То есть, и наоборот. То есть, как бы, есть обратная связь, такая связь и обратная связь. Кшенишама вот это вот Митнаген от слова Нигун. опять, это значит специально Митнаген в смысле радуется, в данном случае играется, играется от слова Нигун, да, от слова поет, да, ну, поет, да, поет. Митнаген Это внутрь себе, внутрь себе. Ну, замирает, ну, умэ это замирает. Замирает тоже, значит, ну, песня тоже, песня, короче. Так, хорошо. Хотя, значит, я хочу исправиться, это не очень может быть важно, тем не менее, не замирает. Умэ от слова, вот есть такое слово известное, действительно, мы ума. Мы ума, это беспорядки. Ну, это какие-то волнения какие-то. волнения, да. волнуется, тело волнуется. Омон, Омон, это тусовка, это массовка, поэтому здесь в умэ, я думаю, правильно сказать, это может грубовато, распирает, я думаю. Распирает тело, распирает. Ну, она полнится, а, вот, ну, вот полнится, да. Полнится, ну, хорошо, в общем, она тоже хочет пить, ему тоже хочется пить. Да, да, ну, как бы идея понятна. Ну, понятно, да. Как, афарат сесраэль и бэйт хаину. И как, как бы, как афу, да, и даже, или при этом, что-то типа того, эрец сесраэль, это бэйт хаину, дом жизни, что-то типа, дом нашей жизни. вэану, двэкин, бэйт хаина, бэйт хаина. Потому что эрец. Хорошо, бэйт хаина. Вэйна ким мемена. Йон ким слыхла. Йон ким. Йон ким. Йон ким. Мемена, лэшэ тхаим. Ну, И мы, как бы, мы приклеены к ней и, ну, питаемся от нее, как ребенок. Да. Ну, да, шат – это грудь, как бы грудь. Грудь, пьем оттуда жизни. Интересно, Йон Ким, на самом деле, ты знаешь, что Йон Ким? Йон Ким – это млекопитающиеся. Ну, как вот Йон Ким – это млекопитающие, Леоник – это кормить грудью. Леоник – это то, что кто к груди кормит, и мы от нее прямо сосем от нее, как от жизненной силы. Ну, типа этого, да. Вот. Так. Это Аллех Левне Ашем Буду ходить перед Всевышним в земле жизни. Зу Эрцисраэль – это земля Израиля. Да. Ларзот. Тишма – это Акрия. И в свете этого сейчас, ну, Тишма, как это? Ну, как бы послушать, да. И теперь вслушивая из призыва. Вслушаемся в это вот Крия выражение. Нет, Крия, Крия – это важная вещь. Крия – это призыв. Призыв. А, ну, как Крия. Крия – это призыв. Призыв. Хорошо. Призыв. Лех-леха. Алло. Катвия. Мэя гэт. Мэя гэт. Не я гэт. Мэя гэт. Это не... Не я гэт. Утомительное, написано, какое-то нарубленное. Утомительное требование. Да, 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 да. Ну, это как бы радостная-радостная весть. Лех-леха, эль ацмеха. Иди к себе. Эль ацмеха. Ацмеха. Ну, к своей сути. Лех-леха, эль эрецхаеха. Иди к земле твоей жизни. Да. Киба, киба, титсма. Кимца. Кимца, вот, кимца. Да, не правильно. Марго. Правильно. Леш-мотеха. Векец не додейха. Ну, да. Или там обретешь ты покой, и покой, и ниш-мотеха для души своей, и конец твоим скитанием. Правильно. Это вот, вот это вот все. Сейчас это на объяснение, как я понимаю, вот этого второго леха. Первое лех – это иди. А леха – это к себе. И тогда объясняется, что поскольку мы только что объяснили, что земля Израиля – это что-то внутреннее, а не внешнее. Правильно. И Равкук говорил более поэтически. Канан-Парад говорит более как бы приземленно. Но это идея, что идти вовнутрь. Да. И поэтому здесь объясняет, что лех-леха – это имеется в виду, что не иди в какие-то тяжелые путешествия, да, а иди к идее, иди в смысл свою внутренность. Да, внутренность понимается, что внутренность – это земля Израиля. Потому что она представляет, связанная с вами действительно представляет. Вот такая идея. Так, лех-лех-леха. Лех-леха, как будто. Как будто носа-ат-кри-язу. Как будто несет призыв. Масар, масэр, масэр. Масэр-анухи. Какое-то получается эгоистическое известие, какое-то как бы индивидуальное. Ну, да. Масэр-анухи. Шэль-ани вэээвси. Я и никто. Что-то типа того. Сейчас еще раз. Да. Масэр-анухи. Масэр-анухи. Шэль-ани вээвси вэот. Ну, как будто вот этот призыв лех-леха в данном случае, который обращен к будущей нации, он как будто внешний вид, он чисто эгоистический. Эгоистический. Сидит вот из себя. Отделись от всех. Это было правильно сказать, человек, который, например, йогой занимается. Там дзен-буддизм. Иди вон, залезай куда-нибудь на гору, пик коммунизма, сиди там, не знаю, медитируйся. Это было бы понятно. Ну, а при чем тогда вот следующая фраза будет? А при чем тут народы мира? Как бы непонятно. Сиди внутри себя. Причем тогда выход на арках, можно понять. Да, и он приводит же раши, раши, правильно? Иди к себе, к своему добру, как к тому, что... Ну да, иди к себе, в смысле, иди на выгоду к себе. Ну вот, если дословно сказать, ле-ту-ват-ха, ле-анат-ха. Ана-а, кстати, это тоже очень важное слово. Она, правда, имеет... О-на-а, о-на-а. О-на-а, это, по-моему, салофон, я думаю, что я не ошибаюсь. О-на-а, это мошенничество. Вот одно из, как бы, обвинений человека, это мошенничество. Вот эти белые воротники преступления. Это как раз О-на-а. Но здесь имеется в виду, что иди к себе, раши говорит, что иди, как бы, на пользу себе, а не во вред. Не, ну подожди, почему мошенничество? Если оно на-е, то есть вот приятное... А на-а, да, это достижение... Достижение выгоды. В смысле, выгоды, выгоды, выгоды. Ну, в общем, тому, что к тебе хорошо, хорошо. Ну да, то с кем выгодно. Хорошо, кайцат, эфо, мовель, мовили, мовили, а лех леха, а леуми. Каким же образом, как бы, приведет вот этот призыв лех леха для... Нет, нет, каким же образом приведет вот этот лех леха национальный к чему? Национальный к невреху, благословятся в тебе, вот имеется все народ. Аклаль, Аклаль, Олами, весь мир получается. Человеческий. То есть каким образом вот этот чисто национальный, да, хлеха, чтобы тебе и твоему народу было покайф, так, грубо говоря, да, как отсюда доходят до и благословятся в тебе? Непонятно. Так, отшува лаках и шара вэпшута. Ответ на это простой, прямой и простой, получается. Хаят, 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 да, Хаят. Хаят, вот опять Ят. Хаят, вот это вот миссия или цель Арух. Арух. Арух, Тывах, вот это вот долгосрочная, долгосрочная цель. Ахэн, Хайно. Она есть. Нет, он есть, он есть. Долгосрочная цель, она есть, и кун аулам куло, исправление всего мира, всего мира. Да. Так, Ахадерих Лэйк Шемато. Правильно. Воплощает, воплощает. Да, но путь его воплощения, скажем так. Да, но путь воплощения, а ворот Баара Цесраэля. Через землю Израиля Биладея Ло Целих Давар. А без нее ничего не получится достичь. То есть идея какая? Цель, она долгосрочная, а именно все народы мира. Но проходит она, проходит она через что-то короткое или умеет. То есть долгосрочная можно сделать только для народов мира, можно сделать только тогда, когда ты станешь отдельным народом. Вот как бы из этой такой странной формулировки, которая с одной стороны, она противоречит. Тем не менее, вот такая формулировка. Не идти к народам, а идти к себе. А когда ты пойдешь к себе, то через это ты выйдешь на народы. Вот как бы вот такое объяснение. Ага, хорошо. И только там распрямит народ Израиля свой позвоночник. Ну, это тоже такое выражение. Исков и ткумато. Лисков, лисков. Это выпрямится в полный рост. Встанет в полный рост и построит модель. Он как бы издал... Ну, я написал, модель издают национальной, модель национальной идентичности. А вот так вот. Для народа, который будет светом. Да, которая будет Орлы Гуин. То есть идея такая, что надо построить какую-то очень специфическую модель национальной идентичности такая, чтобы она светила народом мира. То есть ты делаешь некоторые, ну так грубо, делаешь некоторый внутренний прибор, инструмент, да, который служит для того, чтобы создать нацию. Но при этом, при этом он должен светить наружу. Вот такая сложная конструкция. Ага, ну хорошо. Дварим, низгавим, берух, зу, котев, опять-таки, равкук, бэмамаро, лэмалэх. Магалах, это снова маалах. Адиуд, баисраил. Идея, это идея во множестве наморожения. Ну, я поняла, что идея... Так, значит, вот эти вот, дварим, низгавим, это какие-то... Ну, высокие, приподнятые. Возвышность, да, возвышность была. В этом духе написано Рава Куков, его вот этой маамаро, беседа некая, беседа лэмалэх про процесс... Нет, вообще нет. А где ты видишь беседы? Маамаро, маамаро... Нет, статья. Ну, хорошо, статья вот под названием, таким-то там названием. Как я написал, в отношении процесса идей в Израиле. Ага, ну хорошо. Так, значит, так, в ЭКО дворов. Да, ну надо только учесть, что здесь, как обычно, у Рава Кука действительно очень большой кусок. Он такой очень возвышенный, приподнятый, бипоэтический. Мы постараемся просто ближе к тексту перевести, понимаем все смыслы. Я над ним довисала два дня. Да. Так, хорошо. Берешит. Матау? Матау, Матау. Мат-У. Мат-У. Шэлям, Азэ. Вот, интересно, в начале вот Мат-У, Мат-У. Я написал этого пути, не очень понял, почему здесь слово написано Мат-У. Ну, это чтобы заблуждаться-то. Тау, Тау. Ну, да, оно имеется в виду какой-то... Я думаю, я перевел путь. Не знаю, как перескать. В начале этого пути, а шэль еда, а ликро, бэшэм, а район Элукит, а барур, вэ тагор, вээт, а шэль тон, а кавир, кавир, кавир. Да, да. Шэль, а лилиют, бэтумата, парата. Бэтумата, паруата. Брата, да. Значит, так, который, значит, вот этот вот, в начале этого пути, а шэль еда, а ликро, который известен по названию. Нет, который умел. А шэль еда, который знал. Ликро, ну, как бы читать, либо призывать. Призывать район, идея, божественная идея. Элукит. Ну, да. Так, который, божественную идею, оборудовая тагор, ясная и чистая. Да. Во время, в то время, когда господствовало, господство каких-то там дикого, дикого... Ну, да, кавир это чудовищное написал, да. Дикого самого, а лилиют, это язычество, вот эта тумата, дикая нечистота и дикость, в общем. Да, сейчас я тебе скажу, я это перевел. В начале этого пути, в начале пути этого народа, который умел читать имя божественной идеи, ну, то есть монотеизм имеется в виду. Ясная и чистая, во времена чудовищной власти язычества, его скверной дикостью. Что-то типа это. То есть... Идея такая, что Авраам, Авраам, и как бы дальше от него, а не среди моря до поклонников язычества, да, вот начиналась как бы монотеизм и ликроб и шем-а-шем. Ну, как бы, с простыми словами сказать то, что Рапока описывает 10 сотни слов. Нидгалта, получается, да? Нидгалта, да. Открыла вот это вот шфия слово. Да, но здесь как бы паспи, открылась, проявилась. Открылась шефа стремление, получается, проявилась стремление лакаем. Лаким, лаким. Лаким, стремление установить цевур, цевур, это собрание какое-то. Цевур, да, цевур, это слово совершенно. Цевур, ануши, гадуль, большое человеческое общество. Да. Ашерышморет, дарихаше, млаосот, тека, текау мишпад, которая будет хранить путь Всевышнего, чтобы совершать правду и справедливость. Да, правильно. Я думаю, что если перевести это на простой язык, то идея такая, что в самом начале были индивидуумы типа праотцов, но вот Авраам, которые смогли выйти на путь монотеизма среди огромного моря вот этой дикости долопоклонства. Но и при этом, при этом появилось стремление, видимо, стремление как бы Всевышнего создать значительный человеческий коллектив. И это уже, по-видимому, является ввиду Яков, его сыновья, его семьдесят душ, которые спустились, который будет следовать справедливости и правосудию. Вот это как бы такая идея. Так, вот это вот Зои, это как Зои. Это есть. Зои, это стремление. Да. Шебаа, а Микох, это слово Микох. Да, правильно. Микох, это, видимо, сила. Которая Шебуа, Коах, Ахраха. Акара. Акара. Да. Кара, Абрура. Правильно. Айза. Которое пришло с каким-то сознанием, даже с какой-то дерзостью, что ли. Тут важные слова. Смотри, сейчас смысл поймем. Во-первых, Шиефа. Шиефа – очень страненное слово. Шиефа, Шиефа – это стремление, направление. Я спрашиваю, какие у него Шиефа? Шиефа, значит, к чему он стремится? То есть, человек, я всю жизнь хотел быть, не знаю, космонавтом. Это были его Шиефа, стать космонавтом, понимаешь? Поэтому Шиефа – это стремление. Откуда оно пришло? Ашиба, Микох. Стремление, пришедшее от ясного и смелого морального понимания. Не подавай, почитаем дальше. Значит, смелого, вот этого Айза, это какая-то дерзость. Акара – тоже очень важное слово. Акара – это сознание. На уровне медицинском, говорят, у немца бы акара, то есть, находится в сознании, в смысле, в физическом сознании. Например, человек, не дай бог, что-то произошло, там, ранен или упал, и как бы констатация его физического состояния говорится, несмотря на то, что он там ранен или что-то, говорится, у немца бы акарамля, он находится в полном сознании. Ну, в данном случае, акара – это не физическая акара, а акара в смысле осознания. Хорошо, значит, мякоха, акара – это сильное, кох, сознание, для тесного сознания, даже дерзкого, от дерзости, от вя и требования морального потребности. Да, от вя и мусорит. Моральные потребности. Да. А кулелет арома. Всеобщего подъема. Подъема, да. Так. Леотси – это энушот человечества. Энушот человечества, да. Чтобы вывести человечество. Метахат савальнура. Цебель. Цебель от сильных, таких страшных страданий. Что, что? Да. Страданий, страшных. Страшных страданий, да. Страшных страданий. А как, кстати, грузчик? А как будет грузчик на иврите? Ну, наверное, слово «саваль» что-нибудь. Правильно, «саваль». «Саваль» – это грузчик. Потому что он безболь. Потому что он савэль. Потому что он страдает, да. А как говорится, например, вот этот человек, он невозможный. Невозможный. То есть его невозможно перенести. Как это сказать? Вот, кто же я знает. Бельтинисбаль. Говорится, аиша-зэ бельтинисбаль. Непереносимый человек совершенно. Орет все время и еще не знает, что это делает. Вот это от этого слова «савэль». И слово «савэль». «Савэль» – это страдание, конечно. Ага, хорошо. «Савланут» – это терпение еще. А вот «савланут» – терпение. Да, вот это очень интересно. Понимаешь, ты очень правильно заметил. Это он, честно, «савланут» – терпение. А вот «савэль». То есть человек, по-видимому, «савланут» – это когда человек все-таки он… Что-то он такой терпит. Да, торпимость – это означает, что он терпит. А терпит – это означает, что он как бы страдает. Что-то несет на себе. Понятно, хорошо. Так, нораш, эльцарот, подожди-ка, ноханьют, руханьют, руханьют от сильных страданий каких-то там духовных, и материальных, и физических, и материальных, и духовных страданий. Так, а ле, ле, хави, вот это вот какое-то слово, ле, хави, а ле, ле, а, вот ле, а, бе, а, вот это н, а, это женский род, это какому слову? Ну, хави, хави, это что-то выводить кого-то. Нет, нет, ее, иношут, вот это все начинается от иношута. А, вот, человечество, значит. Вывести иношут человечество из-под вот этих ужасных мучений таких семей. Привезти ее Лехай Хофэш. Лехаей. Это смехут. Хаей Сара. Здесь Хаей Хофэш. Хаей Хофэш. Малый Годвэ. Малый Годвэ. Полнаполненный, ну... Ну, Годвэ Эден. Вот мы знаем. Да, Годвэ. Вот это величие. Величие, но Эден каким-то тоже, как Ган Эден какой-то там. Ну, Ян Сау, величие просветления. Вот, кстати, интересно. Как на иврите сказать Ваше Величество? Блохо, наверное, не помню. Вот Малхутха. Вот ее Величество Королева Англии. Вот Малхутеха, Малкат, Британия, пожалуйста. Ее царственность. Хорошо. Да, еще повторяется, но это Истейлим, я думаю, Годвэ Адар. Годвэ Адар, это такое у вас. Да, да, да. Но здесь он пишет Годвэ Эден. Понятно, что это величие и просветление я написал. Ну, в смысле, Эден здесь, это Ган Эден. Ну, как Ган Эден, да. Ну, да. Бор Айди, Айди Элукит в свете вот этой божественной идеи. Правильно. Ле Цлиах Безе Эт Коля Адам Куло. Значит, преуспеет в этом все, каждый, все человечество вместе, или каждый человек вместе. Ну, да. Так, Ле Мало А, Шель Айфа, и полнота. Так, что такое? Нет, для, нет, я не скажу, Ле Мло А. Ле Мло А, слово, я думаю, Ле Мале. То есть, в смысле, наполнить, сделать полность. Для того, чтобы, я написал, выполнение. Выполнение этого стремления. А, Шель Айфа, вот. Шель Айфа, Зу Царих Давка необходимо конкретно. Конкретно, правильно. Шель Цабур, Цабур, Цабур. Цабур, Цабур, это нормальное слово. Коллектив. Это собрание, это коллектив. Да. И Ебаль Мадина стала хозяином. Нет, Бааль Мадина, это просто обладателем. Обладателем, я говорю, обладателем. Бааль Абайт, это домохозяин, не обладателем. Ну, как бы, да, но это в одно слово просто хозяин дома. Хозяин дома, да. Бааль Деа, это человек, у которого есть идея. Умный, я знаю, что очень сильно. Бааль Мадина полетит, вы социалит, государством политическим и социальным каким-то. То есть, должно быть государственное образование. Понятно, что это все, это было хорошо. Да. Вы кисе мамлаха не умите. Да, и у него будет, как бы, у него будет национальная власть. Он будет. Понимаешь, что Раф Кук писал, когда там, наверное, когда-то был палестинский, британский мандат. Но, как бы, идея была в том, что это не должно быть подвластное кому-то, а человек должен быть, народ должен править в своей стране. То есть, должна быть, грубо говоря, независимая власть. у нас. Хорошо. Барум Атарбут и Трабут, да? Да, по мере... Трабут культуры, да. Барум Атарбут Айнушит и... Ну, он как бы сейчас перечисляет, значит, как в духе Рава Кука, что это не просто, сейчас он нам говорит, что должно быть зависит... Увеличение человеческой культуры или что-то. Ам-Хахам вановон агой годоль и, значит, народ разумный, мудрый и великий народ великий. Так, идея Айлуит. Да, еще идея Айлуит у него будет. Ну, как же, в 100%. Мухлетель абсолютно. Абсолютно воцарится вот эта божественная идея, которая воцарится. Шама, там. Абсолютная божественная идея должна управлять. Шама управлять, шама махия, и она оживляет. И оживляет. Оживляет. Оживляет народ и страну. Бемеор хая. В свете жизни. А я интересно, почему это. Это идея, наверное. То есть, как бы он говорит, что с одной стороны должно быть независимое государство. Общее говорит, что это вот шерифа, привести все народы, это может быть выполнено только для, когда у этого коллектива имеется в виду евреи. у него будет независимое государство. А дальше он продолжает, что, видимо, в идеале это будет государство, которое управляется людьми умными, мудрыми, и все. И кроме того, еще они все, конечно, не атеисты, а вот они все наполнены божественной идеей. Ну, как бы, совсем это срезюмирует. Хорошо. Так, ле мандат. Ле мандат. Чтобы знали, что ли? Ну, я вам сказал, это для того. Чтобы было известно, нашелорак ехидим, ехидим, хохамим, мецюним, но не только для, как это, мудрых индивидуумов или каких-то особенных. Имеется в виду, что не только отдельные индивидуумы, как Абрама, они могут быть такими выдающимися, но может существовать целый коллектив, который строит свою жизнь вот на такой жизни, как построил Абрама. Такая идея. Да, значит, индивидуумы, которые хасидим, назирим, аншей, кодыш, значит, они праведные, как назирим, ну, как отшельники, Ну, да, 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 да. Назир, назирим и, как бы, святые отделенные люди. Хаим, Хаим Беор, Айдиа, Айлукит, которые... Ну, то есть, отстраненные от этого, от материального, от этого мира некоторые люди, которые вот где-то там живут. Отстраненные люди, да. Значит, живущие в свете вот этой божественной идеи. Кигам Амим Шеламим, но целый народ. Правильно, целый, да, целые народы. Целые народы. Так, Метуканим. Метуканим, правильно. Исправленный в... Господи, по-моему так, Мэши... Да, я тоже. Мэши Хухлалим. Мэши Хухлалим. Да, да, да. Сейчас вот эти вот слова тоже в современном... А, улучшенные. Они, да. Метукан, Метукан, это все нормально. Метукан, это исправленный. Да, понятно. Справленный... А Мэши Хухлаль, Мэши Хухлаль. Это что-то, что апгрейд произошло. То есть, он представляет улучшенный вид. Это нагрузка, понятно. Бехоль, тикуней... Не будут улучшены там всеми лучшими видами из Тарбука. Культуры. Да, культуры. Вайшуф... Вайшуф... Вайшуфамедине. Вайшуфамедине. Но опять, это имеется в виду, что это какой-то национальный политический позор. Да, хорошо. Так, так, так. Ну, идея понятна, правильно? Ну, вроде бы, да. Ну, да, что для того, чтобы вывести, должно быть вот этот коллектив. Этот коллектив, чтобы доказать, что ситуация, может быть ситуация, когда нет только отдельные выдающиеся виды, которые святые, там, туда-сюда, уходят куда-то, замыкаются, отделяются от мира. Ну, то есть, как бы известная парафраза, да, вот святые других народов, уходят в монастыри, там, они живут, все, они называются святые. А здесь речь о том, что целые народы, целые народы, они могут быть ситуацией, когда они будут правильным путем, они могут превращаться вот что-то такое, что он описывает, да? Так, Амим Шеламим, значит, целые народы, Акулалим Бетухам, значит, и, как это, в них, или в этой общности. Которые включают в себя. Включают себя Бетухам Этколь. А, вот, Сдерат, Сдерот. Сдерот, вообще, Сдероты. Да. Все слои, все слои общества. Ну, да, Сдерра, вообще, современные, видите, Сдерра, это бульвар, на самом деле. Да. Сдерот, Сдерот, Анашиют. Анашиют, Ашон, они включают в себя, все разные проявления, то есть, как грубо говоря, и черные, и белые, и эти расы, и те расы, все что угодно. Все разные, да, хорошо. А, Мин Рум, а интеллигенция, от высокой интеллигенции, что-то типа того. А, да, ну, а дальше перечисляются все эти самки. Общественные слои, я привела, как обслои все слои. Правильно, общественные слои, да. Так, а вот это слово, аэметит, как аэмунатит. А, экономия. Интеллигенция. Подождите. Подождите. чтобы сделать прощепорожность, отдельным людям расширять. Подожди, интерлигенция, после нее слово, аэметит, аэкономия, ва, подождите, вот дальше повыше, вот это вот, рума интеллигенция, аэметит, вот вторая строчка. А, интеллигенция, аэметит, да. Ну, то есть, есть какие-то очень интеллигентные люди, да, которым дальше прушит, которые люди, которые, ну, вот, витают в облаках и все такое, да, которые отделены, как бы, от общества. Это, с одной стороны, такая интеллектуальная вот элита, да. Так, хорошо. Так, прушит, а москелет, наверное, москелет, то есть образованный. Образованный век душа и святых. Ну, даже типа святых. Но святых, значит, что они, я думаю, что не то, что они святое по отношению к тому, как коины были святые. А святые в том плане, что они отделены от общего народа, потому что мы сейчас будем спускаться вниз до пролетария. Да, хорошо. От адмараход, арахавод, да, каких-то широких масс, что ли. Ну, широких масс, бедеют как, да. Асоциалит. 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 Аполитиод. Ну, это на юриде все слова, только на юриде, да. Ну, политика социальный, политический, экономический. Вот это слово потрясающее. Пролетарион. Пролетарион, это тот самый пролетарий. Пролетарий, леколь, плугутав. Пролетариат во всех своих... Во всех проявлениях. Во всех проявлениях, да. Да, Афилу, Аютер, Намух, Мегушам, самых низких и примитивных. Да, я написал даже самых бытовых и материальных. Но это вот слово тут интересное. Намух в данном случае. Но это физическое, правильно? Намух – это низкий. Но с другой стороны, это точно так же, как по-русски. Низкий человек – это то же самое, как можно сказать. Ну, какой самый простой, наверное, примитивный какой-то. Ну да, вот Мегушам тоже интересно. Мегушам, посмотри, от слова «гешем», правильно? Ну, материальный какой-то. На иврите материальный от слова «гешем». Это интересно, да, потому что вся материальность была связана с тем, что идет дождь. Поэтому на иврите материальность – это дождливость, скажем так. А мы гушам, мы гушам. Отсюда же слово интересное «гуш». Гуш – это блок, кусок. И это, например, политическое. С одной стороны, есть «гуш и циен», правильно? Это блок, либо, ну, блок, скажем, поселений в сторону Хеврона знаменитый. «Гуш и циен» называется. Ну, да, я понял. С другой стороны, политические образования. Например, тот же Ханан Парад, он был одним создателем «гуш и муни» после Соединенной войны, как бы общественное движение, которое ставило своей целью заселение освобожденных территорий. И, например, «гуш пулить» – это тоже политический блок. А еще слово «мы гушам», «мы гушам» по отношению к человеку – это по-русски, сейчас скажу. Вот бывает человек стройный, да, кому-то, значит, стройные люди. А бывает человек не стройный. Какой будет антипод? Неуклюже, а еще и слово. Неуклюже и там полный. Еще одно слово есть, у меня будет из головы «мы гушам», он был нерасхлебанный. Надо посмотреть. Ну, короче, «мы гушам» – это что-то такое расплывчатое, большое и не стройное. То есть стройное – это стройное, а вот «мы гушам» – это что-то другое. Поэтому, когда он говорит «мы гушам», то это что-то, что, в общем, такое сильно материальное и, в общем, антиинтеллектуальное. Хорошо. Так. Лаур Зот ин Тавкидо. Тавкидо шель ам Исраэль. Ларуц Леумот Аулам. И в свете этого не в том роли народа Израиля, чтобы бежать… Это уже Ханан Барат, да, мы кончили сразу. Ну, понятно. Чтобы бежать к народам мира, комиссионер Ахуса Абсессия. Как комиссионер, охваченный, ну, навязчивой идеей Абсессия. Ну, Абсессия, да, по-моему, есть такое. Навязчивая, да, есть, конечно. Так. Бемегамма, чтобы с целью распространить… Распространить АТОРА. Это ТОРА. Что-то такое слово-то у меня тут я их… Ябэшт – это материк, черный материк. Но это он немножко так расистский. А, Бэш – это ШОХАРА. А, распространить ТОРА на черном континенте. Ну, да, Ябэшт – это ШОХАРА, но, типа, вообще улево. А, Ябэш – это СОХАРА. Хотя сейчас говорят, именно вся Африка, именно она хвачена поисками. На черный континент. Хорошо. Ябэш – это СОХАРА. Мукет – это как центр, очаг или… Да, Мукет – это фокус, да. Центр, правильно. Мукет – это же костер, получается. Что-что? Мукет – это что-то разжигать к огонь или костер. Нет, это Мукет – это то, что ты говоришь, это совершенно специфическое, как бы, действительно, от этого слова. Но ла-лот а-ля Мукет – это была, как это называется, Голгофа, то, что делала инквизиция. Как это называется? Ну, аутодафе. Аутодафе. Ну, так костерно. Греческое слово. Здесь, здесь. Но это специфически то, что ты говоришь. Общие принятые. Тем более, он здесь говорит, Мукет Машиха – это центр притяжения. Центр притяжения, в который ИОРР, как это, пробудет. Пробудет, да. Пробудет все народы, чтобы прийти к нему и, значит, по их, по собственному желанию, что-то, мы рационам им. Который, наоборот, то есть, когда евреи построят на земле Израиля идеальное государство, все народ придут и сами придут, короче, сами придут. Ну, ладно, давай, значит, остановимся. Да, это я зря поставил две точки, это должна быть точкой. Это, на самом деле, здесь кончилось. Ну, мы половину прочитали замечательно. Ну, в общем-то, кроме Рава Куклы, которая очень сложная, ну, не очень супер-дупер, сам понять мы смогли понять. Вот, но просто там такое накручивание слов и очень много синонимов, которые одно повторяют другому. Ну, тем не менее, как бы доперли, да, это, окей? Ну, хорошо, Сатаргамур, отлично прочитали, замечательно. Мне кажется, очень интересно. Ну, с Божьей помощью. Продолжим в следующий раз. Окей? Давай, счастливо, пока, псоротот. Продолжим в следующий раз.